Здравствуйте, друзья, на связи Анчови. Ну что же, вот и состоялся выход Cars on the Road, сериала, который мы ждали три года, сериал, на который мы возлагали большие надежды, потом разочаровались, затем снова возлагали надежды, потом в итоге снова разочаровались. Итак, по кругу, пока он не вышел. Так, каким же он получился по итогу? Являются ли тачки на дороге одним из прекраснейших произведений по тачкам, которые когда-либо выходили? Или же это провал года? В нашем комьюнити мысли на этот счет довольно сильно разнятся, но тем не менее мы можем условно разделить людей, посмотревших сериал, на два больших лагеря. Первый, тем, кому понравилось, и второй, тем, кому не понравилось. Повторюсь, это условное разделение. Конечно же, там есть множество нюансов, ибо среди тех, кому понравилось, есть те, кто в полном восторге от сериала, а есть и те, кому сериал, ну, так, просто зашел не без изъянов, но и не говно. Как и среди тех, кому не понравилось, есть те, кому просто не понравилось, можно было лучше, а есть и те, кто окончательно похоронил франшизу. Как видите, Cars on the Road произведение неоднозначное. Сказать, что это хороший продукт, довольно сложно, но и назвать его откровенным дерьмом, лично у меня язык не повернется. В сегодняшнем ролике я бы хотел поговорить о плюсах и минусах данного сериала и ответить на поставленный высший вопрос. Хороший ли он по итогу? Что ж, приступим? И да, ребят, это видеообзор, а не разбор. Конкретно разбор всех серий с пасхалками, фактами и прочим я сделаю отдельно. Начнем с минусов. У сериала есть множество проблем, но самыми критичными, которые могут вызвать у фаната кучу негативных эмоций, я могу назвать следующие. Первое. Плохая реализация концепции. На бумаге описание сериала выглядит красиво и многообещающе. Молнии и Мэтр отправляются на свадьбу сестры последнего, попутно путешествуя по стране, попадая в различные передряги и встречая новых и старых персонажей. Идея-то хорошая, а вот реализация хромает. В чем же дело? В том, что в «Тачках на дороге» всего девять серий, семь из которых представляют собой филлеры. Я серьезно, если вы посмотрите самую первую серию, где происходит завязка, а потом сразу врубите последнюю, вы ничего не потеряете. У сериала нет какого-то сюжета или интриги, которые тянулись бы на протяжении всех эпизодов. Вы возразите, а как же тот факт, что Мэтр не хотел ехать на свадьбу сестры? Но так об этом проговаривается только в первой и последней сериях. Разве это интрига? Вот представьте, в каждой серии, по мере приближения к месту свадьбы, Мэтр бы ощущал все больший дискомфорт, и этот фактор оказывал бы влияние на сюжет каждого эпизода. Но вот скажем, все приключения на пути ребят происходили бы не просто так, рандомно, а из-за того, что Мэтр намеренно знакомился со всякими фриками и вступал в различные мероприятия, чтобы оттянуть встречу с сестрой. То есть был бы этакий двигатель сюжета. При этом об его страхе не было бы известно Молнии. Из каждой серии Макуин подозревал бы что-то неладное. А в предпоследнем эпизоде Молния бы окончательно вывел Мэтра на чистую воду, и тот бы признался, что не хочет ехать на свадьбу и видеться с сестрой. Но и по закону жанра Монгомери бы его успокоил. Ты тут на Бигфута охотился, а тут сестра. Преодолей свои страхи, зарой с ней топор войны, и все будет хорошо. В конце концов, вы одна семья. И по итогу Мэтр спокойно приезжает на свадьбу, и они с сестрой хорошо ладят. Представьте, как бы это было круто. Это не только развитие персонажа, но и филлеры уже не будут филлерами, а иметь связь с основным сюжетом. И было бы классно, если во время эпизодов проскакивали бы флешбеки из детства Мэтра, где Мата его обижала или еще что-то. То есть нам бы подавались намеки, почему Мэтр не хочет ее видеть и почему он так переживает. А еще на этой почве можно было бы сделать ах... эпизод, в котором Молния встречает Карла, своего бывшего друга, который предал его. Но в конце серии они бы помирились, и этот момент впечатлил бы Мэтра и заставил его задуматься. Молния смог простить своего старого друга за предательство, а я не могу простить сестру. Это не только могло бы рассказать о прошлом Макуина и приплести книгу, но и показать Мэтру, что даже при такой ссоре можно помириться, и ему бы стало легче. Да блин, все, что я перечислил, просто в миллиарды раз лучше того, что мы имеем по итогу. Семь гребанных эпизодов не имеют никакой связи с основным сюжетом. А главное, в кавычках, интрига, есть только в двух эпизодах. И из-за этого сериал кажется мегапроходным и пустым. А все из-за чего? Было ведь столько потенциала! И теперь переходим ко второй проблеме. Хронометраж. Продолжительность эпизода составляет от 7 до 10 минут. Учитывая заставку и титры. Это звездец! Если бы серии шли по 20 минут, там можно было бы вместить как все вышесказанное, так и множество других классных вещей. Персонажи из книг и игр, флэшбеки из детства Мэтро, где у него терки с сестрой, ДРХшников, Шторма, воспоминания о Доке. Также можно было добавить Автовию, Моторполи, Санта-Карбюреру, Жракулу и множество других классных вещей и персонажей. У создателей были жесткие ограничения по времени? Нет. Так что мешало им сделать качественный сериал для фанатов? Ничего. Блин, в конце концов, можно было вставить хотя бы отдельную фразу, отсылающую либо на того же Жракулу, либо на английских джентльменов. Но нет! И ладно, хрен с ним с этими книгами и играми. Сами серии просматриваются очень быстро. За такой короткий промежуток времени ты не успеваешь насладиться сериями в полной мере. Только войдешь во вкус и уже титры. Также пострадали концовки многих эпизодов, ибо развязка там просто появляется из ниоткуда. Об этом мы подробнее поговорим позже. Также за 7 минут нельзя привыкнуть к новым персонажам, и они не успевают сделать ничего особо классного и запоминающегося. Возьмем ту же Айви. Можно ли сказать, что ее хорошо раскрыли? Пытались, но очень слабо. Привязались ли вы к этому персонажу? Да не особо. Говоря об Айви, нельзя не отметить ее очень странную сюжетную линию. Она монстр трак, который скрывается в лесу, и которого местные миф-хантеры приняли за Йети и пытаются поймать. Смотрите, слухи о монстре, обитающем в лесу, просто так не поползут. И раз дошло до того, что сюда приехали охотники с профессиональным оборудованием, значит легенда о Криптиде, который живет в лесу, довольно известна. Да, и я более чем уверен, что эти охотники не первые, кто приехал в лес искать Йети. Я это к тому, что Айви уж точно должна быть в курсе, какие мифы и легенды сложились вокруг нее. И раз она хочет, чтобы охотники за Криптидами покинули ее местность, то почему она просто не покажется им на глаза и не разрушит легенду? Как мы знаем, в мире тачек существует шоу монстр траков. То есть, в этом нет ничего мистического. Если Айви достала вся эта легенда, то пусть пойдет помоется, подъедет к охотникам и разрушит эту легенду о Криптиде. Блин, просто скажи, что это недоразумение и никакого Йети не существует. Более того, она своими странными действиями подпитывает эту легенду. Я про ее нестандартное передвижение, необоснованное преследование молнии. И связывание? Ну что это за дебилизм? Представьте ситуацию. Вы живете в лесном домике в уединении с природой. И тут вдруг про вас возникает известная легенда. Ваша фотография гуляет по интернету. Красные бичи принимают вас за монстра и распускают слухи. А после на вас охотятся. Блин, да любой адекватный человек на месте Айви показался бы на глаза тачкам и сказал бы «Че за херня? Какой монстр? Какой Криптид? Я обычный монстр трак. Живу тут в домике много лет. Нет здесь никакого Йети. Че вы херню придумали?» А она мало того, что скрывается, так своими странными действиями подпитывает эту легенду. Если тебе не нравится, что на тебя охотятся всякие пси и вообще раздражает вся эта легенда о Криптиде, ходящая вокруг тебя и не дающая тебе нормально жить, то разруш ее. Да она в конце ни с того ни с чего поехала с молнией и мэтром. Если тебя достало все это, почему ты раньше не уехала из леса? Хорошо, хорошо, хорошо. Это можно попытаться объяснить. Если судить по флешбеку, раньше она была счастлива выступать перед публикой, но несчастный случай с возможным убийством Чилы из Безумной Восьмерки заставил ее жить отшельницей в лесу и держаться подальше от всех. Нет, я, конечно, все понимаю. Позор, крах карьеры и прочее. Но это не повод скрываться от всех и принять тот факт, что вокруг тебя построили еб... легенду о Крептиде. Я понимаю, что она не хотела показываться на глаза. Но, блин, нужно же знать грань. Еще страннее, ситуация становится в совокупности с тем, что после того, как Айви притворилась пришельцем и напугала охотников, ее мнение резко изменилось, и она решила поехать с ребятами и снова выйти в мир. То есть, из-за того промаха на шоу она скрывалась, ей было насрать, что ее теперь принимают за Йети, а тут резко вдруг ни с того ни с чего поменялось после того, как напугала охотников. Ладно, хватит уже про четвертый эпизод. По итогу, Айви нашла новое призвание в качестве циркача и осталась там. А потом она ни с того ни с чего появляется в эпизоде про кино. Как ты... Сюда попала! Что стало с цирком? Ты его так просто покинула? Так много вопросов и так мало ответов. Айви совершенно нераскрытый персонаж. Мы не знаем о ней толком ни хрена. В сериале о ней не сказано ничего внятного. Если создатели и пытались что-то сказать тем флэшбекам, то они сделали это через жопу. А ее появление в эпизоде Би Муви не имеет никакого смысла. Как и сама концовка. Четвертая проблема. Слитые концовки. Большинство эпизодов это просто редкостный слив. Остановимся на эпизоде про кино. Макуин рад тому, что его выбрали актером в фильме про зомби. Правда, он актер второго плана и играть он совершенно не умеет. И когда режиссер замечает Метро и тому уделяется больше внимания, чем Макуину, Красный начинает немного завидовать. Что же произойдет дальше? Небольшой конфликт между друзьями, после чего последует эпик сюжет, в котором Молния переосмыслит свои действия и осознает, что был неправ, осознает, что его давняя мечта о съемке в кино вновь пробудило того эгоиста из первого фильма, который не может порадоваться за друга, у которого более престижная роль. Знаете, звучит интересно, но нет. На следующий день Молния извиняется перед Метром и эта тема не получает дальнейшего развития. Ну и нахрена ее тогда было вводить? А потом, ни с того ни с чего, фильм про зомби превращается в мюзикл, в котором, откуда ни возьмись, появляется Айви, а героев просто вышвыривают. Что это такое? Какая мораль эпизода? Если та, о которой я сказал ранее, то она сильно недожата. Ну а что касается концовки, то складывается ощущение, что первую половину эпизода сценарист работал с энтузиазмом, ибо она действительно хороша, а под конец осознал, что хронометраж всего 7 минут, и надо закругляться. И закруглиться он решил самым у... способом. Развязка просто высосана из пальца. Еще один звип... Это Мэд Макс. Эпизод, который многие из нас так ждали. По сюжету двоица сбиваются с пути и оказываются вовлеченными в войну двух фракций. Примечательно, что у ребят случается пусть и притянутые за уши, но конфликт. И это хорошее решение со стороны сценаристов. Дело в том, что раньше две враждующие банды были группой единомышленников, ищущих просветление в пустыне. Но со временем у них стали вспыхивать мелкие ссоры, которые по итогу привели к войне. Они даже не помнят, из-за чего все это началось. Так вот, конфликт Макуина с Мэтром является как бы аллюзией на войну этих двух фракций. Эпизод пытался бы донести мысль о том, как небольшая ссора друзей, коими и были все эти ребята, может привести к войне. Но снова, это реализовано через жопу. Данный ход сработал бы лучше, если бы Молния и Мэтр были в двух разных фракциях. И их бы либо принудили воевать, а они пытались остановить войну, находясь по сторонам разных баррикад, или еще лучше, если бы у двух группировок был обоснованный конфликт из-за разности идеологий. И Молния и Мэтр, находясь на разных сторонах, прониклись ими и реально бы пошли друг против друга. А потом осознали бы, что война это ужасно и попытались бы помирить обе фракции. Но нет! Их запихнули на одну сторону и все. Их небольшой конфликт вначале ни к чему не приводит, а концовка это просто ужас. Они пытались переубедить фракции, но война продолжилась. Потом они поняли, что это дохлый номер, гонят на шоссе, чтобы сбежать от них. Затем происходит вспышка, и две враждующие фракции вновь помирились. ЧЕГО?! Что это за таймскип такой конченый? Что побудило их помириться? Из-за чего вообще начался этот конфликт? А нам не скажут! Думайте сами! Развязка этого эпизода скомканная, недосказанная, и поэтому столь отвратительная. Понятное дело, что в этом виноват хронометраж. Но, Господи! Можно же было постараться хотя бы ради этого эпизода! Можно же было хотя бы ради этого эпического эпизода увеличить хронометраж до 10 минут! Но нет! Пятый минус, последняя серия. Стив Персел нас подвёл. Сильно подвёл. Ибо срать он хотел на ТВГ. Коротко о том, почему этот эпизод говно. На свадьбе отсутствуют кузены Мэтра. Также выясняется, что сам он из богатой семьи, что не состыкуется с его предысторией из других произведений. А ещё из-за этого Тачки-2 теряет смысл. Ибо, если Мэтр действительно рос во дворце, о чём он сам говорит, то во второй части он должен был знать хоть какие-то нормы приличия. И сюжета бы просто не случилось. Возвращаясь к минусам серии, здесь появляется Круз Рамирос, которая мало того, что теперь станет родственницей Мэтра, один из её кузенов женится на Мата, так она ещё открыла свою гоночную школу, создала некоммерческую организацию, стала сертифицированным судьёй межсезонья, психологом, томодой, лицензированным свадебным священником, астрофизиком, врачом-учёным, который создал лекарства от всех болезней. Также она является элитным программистом, мастерицей на все колёса и, ко всему прочему, знает французский. То есть, из неё чудаковатого недотренера, которая не могла даже нормально замерить скорость молнии, делали персонажа, наделённого гипертрофированными способностями. Кстати, её кузена зовут Матео, и у меня к этому челу две претензии. Первое. Он муж Мата, и теперь Рамирес и Мэтр, по сути, стали дальними родственниками. Вторая причина. Ты кто такой? Ещё один кузен? Тогда почему о тебе не было ни слова в книге про Круз и её комикс-адаптации? Почему Виктор и Пабло не присутствуют на свадьбе? Почему супругам Мата нельзя было сделать одного из них? Более или менее раскрытых персонажей? Ну, это база, ибо книги и комиксы, по мнению Пиксара, не достойны внимания. Кстати, сюжетный твист с Бубой здесь, к сожалению, отсутствует. Видимо, этому персонажу не суждено появиться за пределами Рора и книг. А жаль, у него ведь много потенциала. По итогу, серия про свадьбу является самой худшей, и она одним своим существованием не то, что портит всё впечатление о сериале, но и оскорбляет франшизу. Также из минусов я могу отметить целую кучу повторяющихся моделек. Я, конечно, ничего не имею против Риюза, но здесь их очень много, и это сильно бросается в глаза. Помните те конченные теории о том, что Редлайн и тот Пейскар из третьего фильма якобы один персонаж? Что ж, приготовьтесь ко второй волне. Оу, Стерлинг является родственником Метро. Оу, уже в город покончил с гонками и ушёл в кино. Этот чел из-за врага грома тоже. Оу, Ривер Скотт на старой стене зашёл с ума и вступил в один из постапокалиптических кланов. А помните, как в синопсисе сериала нам обещали, что герои встретятся со старыми персонажами на своём пути? Ну и где эти старые персонажи? Из старых там только Круз и грузовик планеты Пицца. Нет, там, конечно, был типа Вэн, типа Билл, типа Фиштейл. А нет, это не он. Это какой-то Лу. Что же получается? Другой персонаж с идентичной внешностью? Почему его тогда не перекрасили? Если это не Фиштейл, то где гарантия, что тот же Вэн это Вэн, а не просто похожая тачка? А ведь они могли не обманывать нас и вместо фоновых ноу-нейм персонажей вполне могли добавить проезжающих мимо ДРХ-шников, настоящих Вэна и Мини, впихнуть того же Грея или Джерри в эпизод про грузовики. Да и сам эпизод мог разворачиваться не абы где, а на той самой известной стоянке грузовиков, которая была в первом фильме и в короткометражке Мэтр Металлист. Ладно, хватит с минусами. Вы, вероятно, подумали, что я отношусь к тем, кому сериал не понравился. Но знаете, даже в такой бочке дегтя найдется пара ложек меда. Главный плюс в том, что нам в кои-то веки начали раскрывать мир автомобилей. Рассказали про динозавров, которых тут довольно много. У них есть своя классификация и они делятся на какое-то подобие отрядов, инфоотрядов, семейств и так далее. Например, в Ост-Офаланце были первыми фургонами пастбищных динозавров. Когда герои находились у скелета, которого ласково называют Мими, четко проговаривалось, что у них есть аналог тераподов, клада ящеротазовых динозавров, традиционно рассматриваемых в ранге подотряда. А еще раса этой Мими пережила астероид, что уничтожил другие обитающие на равнинах седаны в регионе. Палеонтолог внутри меня доволен, а теория Пексар окончательно умерла в конвульсиях. Ну и помимо скелета динозавров, в эпизоде про отель с привидениями тоже были машины-скелеты. Значит, у транспорта в этом мире есть подобие скелета. Кстати, о серии с призраками. Она классная. И не потому, что я какое-то время искал привидений в ТВГ. Я действительно насладился этой серией. Здесь вам и отсылка на сияние, и бал мертвецов, и этот чел. Знаете, по внешке он отдаленно напоминает Джеракулу. И мне понравился момент, когда он преследовал молнию и такой и вот это его так гармонично накладывалось на фоновую мелодию и из этого получилась неплохая композиция. Да, это странно, возможно, немного кринжово, но это круто. И эта серия, пожалуй, единственная, где Риюс моделей пошел на пользу. Сделать владельца отеля, потом, конечно, выяснилось, что он не совсем владелец, но так вот, сделать его катафалкой на основе Стива Харсла очень хорошее решение. Продолжая тему с мистикой, в эпизоде про Айви, хоть я его и обострал по полной, но было упоминание Чупакабры, Человека-мотылька и Серых Пришельцев. А ведь все это легенды из реального мира, а значит, в мире тачек есть их аналоги. Короче, я возобновляю проверку мифов в тачках, и мы будем их искать. Также, раз в мире тачек есть классификация пришельцев, то есть упомянутые серые, которым, скорее всего, является Мейтран, то вполне могут быть какие-нибудь аналоги, не знаю, инсектоидов. Почему нет? Серия про цирк. Пусть там не дожата тема молнии с его боязнью клоунов, сам по себе эпизод получился хорошим олицетворением нашего комьюнити. Не, правда, эта серия настолько кринжовая, что это даже хорошо. Эпизод про кино мне тоже в целом зашел, если не считать слитую концовку. Серия про грузовики мне, в отличие от большинства, понравилась. Это просто музыкальный клип, который впихнули в сериал. Песня прикольная, да и на фоне двух последних эпизодов это просто шедевр. Не знаю, как вас, но меня на протяжении всего сериала совершенно не раздражал Мэтр. Конечно, у него порой проскакивает странное и кринжовое поведение, но здесь, в отличие от второго фильма, хотя бы не хочется прикрыть лицо ладонью. Еще из плюсов я могу выделить графику и саундтрек. Мне очень понравилась вступительная тема первого эпизода, когда молния гонит по Вилли с Бату. Также очень хороша ранее упомянутая композиция из серии про призраков. Еще мне запомнилась композиция из эпизода про Айви. Песня из эпизода про грузовики, как я уже сказал, неплоха. Ну и после просмотра сериала я какое-то время напевал заглавную песню «Heat and Highway» Капало Фрэнс. Кстати, интересный момент. Молния не знает, как идут дела у Круз, а потом в конце заявляет, что они увидятся на треке. Также прибавьте тот факт, что он в старой красной покраски, и в связи с этим напрашивается вывод, что он перестал быть ее крючифом, и скорее всего снова гоняет. Сюжет Тачик 3 идет нахрен. Что ж, каков итог? У сериала куча проблем. Книги и игры идут нахрен, сюжет второй и третьей части теряет смысл, и я, как человек, который ненавидит все, что выходило после 2011-го, получил от сериала какое-никакое, но удовольствие. Я пополнил свой плейлист, и пара моментов даже заставила меня немного улыбнуться. Плюс у меня появилась последняя надежда на будущее. Сериал является прощупыванием почвы со стороны создателей, посмотреть, интересны ли людям тачки, и стоит ли развивать франшизу дальше. В связи с этим был оставлен задел на второй сезон, и кто знает, может уже в нем будет реализован весь тот потенциал, что был упущен в первом. Короче, снова продолжим тешить себя надеждами на появление персов из книг и игр в будущих проектах. Но если следующий глобальный проект окажется проходником или дерьмом, я заброшу эту франшизу и буду снимать трансформеров. Шутка. Возвращаясь возвращаясь к первому сезону Cars on the Road, 5 из 10. Очень много косяков, упущенных возможностей и сомнительных решений. Если оценивать его по пятибальной шкале, то это тройка с большим жирным минусом. Это проходняк, который можно глянуть, придя домой после учебы или работы. Не больше. Но знаете, даже тачки на дороге понравились мне намного больше, чем вторая и третья часть. Напомню, что я также планирую сделать подробный разбор каждого эпизода. Только сразу говорю, это будет не скоро. Ну а на этом все. С вами был Анчови. Лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Удачи и увидимся!